Привет, с вами Велосоком, я в Apple Store в Берлине. Сегодня начался предзаказ Apple Watch, уже, собственно, закончился. Ближайшие часы доставят в июне-августе, но это не значит, что их нельзя посмотреть. И первое впечатление, собственно, от часов, они у меня на руке, и Элиза шлет мне свое сердцебиение, это самый кайф. Давайте, в общем, взглянем на то, что изобрела Apple, как они будут переосмыслять, наверное, эти самые умные часы, которые до сих пор непонятно, зачем покупать, зачем тратить эти деньги. Но вот сейчас ребята из Apple Store должны убедить меня бежать, предзаказывать вот такую версию, которая стоит около 1000 долларов. Погнали! Яблочные скидки всем подписчикам канала Велосоком от партнера и магазина AppleGesus.ru Несмотря на две презентации, уйму фото и видео в интернете, Apple Watch вы еще не видели, пока не сможете оценить их своими собственными глазами на своей же руке. По крайней мере, именно так думает Apple, поэтому есть уникальная возможность померить часы в собственных магазинах компании. Один из самых популярных вопросов, насколько маленькие часы в 38-мм исполнении. Но, как видите, они мне на мою не самую здоровую, кстати, руку еле налезли, но и смотрятся очень не очень. Однозначно женский или детский вариант, я не думаю, что мужчины будут подобное носить, да и батареечка там поменьше. Слышали, наверное, о сервисе Periscope, я туда стримил свою примерку Apple Watch, чтобы не пропускать подобные мероприятия, подписывайтесь на мой твиттер, ссылка в описании. По мере всей версии Apple Watch, кроме Edition, на нее нужно записываться отдельно, я пришел к выводу, что вот такие черные Sport мне нравятся в итоге больше всего по совокупности факторов. Цена. Эта версия стоит 400 долларов, против 800 за остальную версию. За эти деньги я могу купить два комплекта Apple Watch Sport вот в таком темном и светлом исполнении. Минус. Не сапфировое стекло, но нужно будет посмотреть, насколько быстро оно царапается. Где-то к середине примерки, я поверил ребятам из Apple, действительно на руке, собственными глазами, часы ощущаются абсолютно иначе, нежели на видео и картинках. Это действительно нужно почувствовать. Taptic Engine, который отвечает за вибрацию, ну вообще не сравнить с этим бзз-бззи у других часов, абсолютно офигенное ощущение, разная сила, разная скорость, это не передать ни словами, ничем иным. Часы не ощущаются на руке, как некое инородное тело, в смысле того, что не весит слишком много, и очень популярный запрос был от вас, покрутить колесико на волосатой руке, нет, волосы туда не попадают и не выдираются. Если вы все-таки присмотрели стальной ремешок, как и 100 лет до Apple Watch, достав звенья, вы можете уменьшить размер браслета, а добавив увеличить. Смотрите, как круто ящик открывается. Для себя, значит, они NFC используют, а нам не дают, и это, конечно, клан дайк. Когда-нибудь и у меня так будет, зацените, причем часы все заряжаются. Если бы я в итоге остановился на стальной версии, я бы, наверное, взял вот с таким ремешком, кожаным, на магнитной застежке, очень красиво, очень прикольно. Миланская петля, опять же, на магнидах, и в отличие от начала ролика, это 42-миллиметровая версия, но я снова не вижу ее на мужской волосатой руке, мне кажется, более дамский вариант, но может быть я ошибаюсь, напишите в комментариях. К своему удивлению, обнаружил, что стенды с Apple Watch ни к чему не прикручены, не приклеены, легко отделяются со стола, один я себе экспроприировал. Про интерфейсы и возможности мы более подробно поговорим, когда часы появятся в продаже, сейчас же, наверное, расскажу о первых впечатлениях. Видно, что над устройством очень долго думали, над его интерфейсом всем пользоваться комфортно, удобно, колесико оказалось вообще мега крутым, потому что маленький экран, и, конечно, тыкать пальцем во все подряд не самая лучшая затея. Если у вас уже есть iPhone, то освоить часы вы сможете минут за 15, но эти 15 минут будут полны открытий, ой, а если нажать сюда, а если подержать, а если два раза нажать, а если вот так, а если так, очень забавное приключение. На справедливый вопрос, который задаете вы и вообще все люди во всем мире, зачем на маленьком экране делать то же самое неудобное, что можно провернуть максимально комфортно на экране смартфона, очень легко ответить, 15 минут попользовавшись Apple Watch. Во-первых, это новый опыт, а во-вторых, удобство. Мы с вами начали с того, что неудобно на маленьком экране, а удобно, потому что не нужно доставать телефон из кармана, не нужно идти за ним в другую комнату, все у вас на запястье. Безумно понравился Force Touch, это не долгое нажатие, как я думал, вот сейчас я палец положил, ничего не происходит, а именно сильное, и я очень жду эту технологию на следующем iPhone. Есть при этом и достаточно странные фишки, например, фото. Ну, может быть, они должны быть здесь, но выглядит это достаточно странно на супер маленьком экранчике, и хотя высокая четкость, все видно хорошо, ну, кому это показывает, зачем это смотреть. К сожалению, на часах, которые сейчас представлены в Apple Store, нету сторонних приложений, было бы весьма интересно попробовать тот же Instagram, возможно, там ставить лайки и смотреть ленту, даже в таком маленьком исполнении вполне себе вариант. Подписывайтесь, кстати, на мой Instagram, ссылка в описании, черт возьми, много эксклюзивных фоточек. Ваши страхи не оправдались, и наличие того или иного циферблата не зависит от версии часов, всех их можно менять, кастомизировать, анимировать, очень-очень-очень много времени на это потратить, и это, ну, реально очень здорово, очень персонализирует устройство. Кнопка под колесиком открывает меню друзей, всего их может быть 12, и вы, наверное, заметили, на само колесико можно нажимать, долгое нажатие активирует Siri, двойное открывает последнее приложение, и одинарное возвращает вас к циферблату. Крутая функция, можно делиться своими рисунками, давайте изобразим шапочку. А это у нас цветочек, причем отправится и нарисуется ровно так, как вы изобразили. Ну и, конечно, с сердцебиением за счет датчика пульса вы можете также делиться. Ну, идея, я думаю, понятна. Некоторые издания в своих первых обзорах отмечали, что местами интерфейс подлагивает, это правда. Вот так вот, например, скроллятся эмоджи, и вы можете видеть не супер плавно. А еще Apple Watch может быть пультом для Apple TV, и слух, что следующее поколение, четвертое, со всеми плюшками типа App Store, появится совсем скоро на WWDC 2015 в июне. Потаскав это на руке, понял, что это, во-первых, крутой аксессуар, это продукт от Apple, который сделает вашу жизнь проще. Это однозначно лучше всего того, что есть сейчас на рынке под Android Wear и собственной платформой других производителей. Это событие. Посмотрим, как пойдут дела у компании. Если выстрелят, то, на самом деле, выиграют все. Если нет, то мы откатимся на пару лет назад, и это счастливая история по поводу носимой электроники. Все это уйдет в небытие. Очень крутой миланская петля-браслет, но, на мой взгляд, более дедушкин. Напишите, какие понравились вам, какие присмотрели вы себе. Ну и когда 24-го они начнут продаваться, конечно же, я сделаю обзор, так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить его. Более подробный, где я расскажу о том, как это все-таки, ну, уже работает непосредственно с собственным устройством. Это, наверное, тоже отдельный опыт. Подписывайтесь на Twitter, Instagram, там были фоточки, в том числе и часов. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Давайте держаться вместе, комментируйте, лайкайте. До новых встреч, пока. Простой который, он такой очень простой, ну, кожа которая, да? А там вот с этой вот ребром, ну, причем он мне сначала понравился, потом разонравился, потом снова понравился. Сейчас я понял, что да. Знаешь, они очень смешно смотрятся на руке, то есть, как бы, вообще, ну, не так, как ощущается через картинки, через видео. То есть, в жизни намного симпатичнее, да? Согласись, а? Клево, клево. Могу сказать, что я прям в диком восторге, но это круто. Что, пишем?